В результате взрыва газа и пожара, который начался вслед за ним, 4 человека погибли в Кустанинской области. Двое из них были младенцами. О трагедии сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям региона Талгат Какимов. Трагедия произошла 15 декабря в селе Тургай в доме номер 2 по улице Байкадамова. Звонок о начавшемся пожаре поступил в 20 часов 30 минут. По словам начальника ДЧС, на место происшествия направили сразу две пожарные машины, которые прибыли по указанному адресу через 2 минуты. Уже в 20.33 было установлено, что горит жилой дом примерно площадью 150 квадратных метров. По ходу тушения пожаров первый был вытащен обгоревший труп женщины 1938 года рождения. И через некоторое время маленькая ребенка 2019 года рождения и женщина 1985 года рождения. Погиб еще один ребенок, четырехмесячный мальчик. Для тушения дома была организована беспрерывная подача воды. Огонь тушили 19 сотрудников противопожарной службы. Позже была установлена и предварительная причина возникновения пожара. Причина пожара послужила взрыв газового баллона. Газовый баллон был заправлен выше, больше нормы. И из-за резкого перепада температуры произошел разрыв газового баллона с последующим восполнением. В доме проживали семьи двух братьев и их мать. Всего 10 человек. Взрывной волной были выбиты все стекла, двери. Возможно, произошло частичное разрушение кровли. Младший брат работал с заправочкой газовой заправки. Ему из дома позвонили, что необходимо газ установить. Он газ установил и ушел обратно на работу. Он установил газовый баллон, газоплиту и обратно ушел на работу. Старший из братьев, спасая из огня детей, получил ожог 70% тела и ожог верхних дыхательных путей. Почти так же пострадала 22-летняя жена его брата. Пострадали еще трое детей 10, 8 и 5 лет. 16 декабря женщины и дети были доставлены в Аркалык. 18 декабря самолетом санавиации их отправили для дальнейшего лечения в ожоговое отделение детских и взрослых столичных больниц. 33-летний мужчина в связи с нетранспортабельностью оставлен под наблюдением врачей из Аркалыка в районной больнице. Более 180 преступлений зарегистрировано в Кустанайской области за 5 дней проведения операции правопорядок. Большинство из них, 128, полицейские раскрыли в течение суток. Например, тяжкое преступление, совершенное, что называется, средь бела дня. Это грабеж по территории областного центра Алтенцарина Гоголя. В дневное время выхватили сумочку. Сотрудниками патрульной полиции по горячим седам данное преступление было раскрыто. Также раскрыто 39 ранее совершенных преступлений. Полицейскими установлено 7 преступников, находящихся в розыске, более 20 должников и неплательщиков алиментов. Задержано 11 нелегалов. Стражами порядка задержано 15 лиц за незаконное хранение и ношение запрещенных предметов, в том числе 3 человека за хранение наркотических средств. 1 за хранение гладкосвольного огнестрельного оружия, 6 лиц за хранение холодного оружия. Также за отчетный период зарегистрировано 3 факта изъятия боеприпасов в количестве 14 штук. За время проведения операции с сотрудниками полиции выявлено более 2000 административных правонарушений. Более 2,5 сотен водителей наказаны за превышение установленной скорости. Четверо за выезд на полосу встречного движения, 18 за нарушение правил проезда железнодорожных переездов. За управление автотранспортным состоянием опьянения задержано 49 водителей. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале АЛАУ в YouTube и подписывайтесь на наши аккаунты в Instagram. Продолжаем выпуск. Строительство железнодорожной ветки Алтын-Цари на Храмтау, появление магистрального газопровода, обновление дорог. Это лишь часть крупных проектов, которые были реализованы в Камысинском районе за годы независимости Казахстана. В честь главного национального праздника камысинцы провели торжественное собрание, где вспоминали о годах становления государства и награждали активных жителей района. Историю независимости камысинцы решили отразить в небольшой выставке, где представили различную литературу и даже творческие поделки. А вот уже о серьезных фактах и цифрах на торжественном собрании говорил Аким Камысинского района. Благодаря независимости мы построили, я обобщаю, говорю мы, государство построило железнодорожную ветку Алтын-Цари на Храмтау. Вы знаете, что 30 ноября исполнилось 15 лет с момента сдачи в эксплуатацию данного пути. С чем я вас и поздравляю. В рамках независимости райцентр получил газофикацию, магистральный газопровод. Это тоже большой проект, который не был реализован даже в легендарное советское время. Строятся дороги, ремонтируются школы. Не менее насыщенным обещает быть и будущий год. На 2020-й Камысинский район включен в проект, инициированный партией Нуратан, Аул Ель-Бесаге. В его рамках предусмотрено финансирование в размере 863 миллиона тенге. В следующем году район встречает свое 65-летие, принимает 35-ю юбилейную спартакяду. В рамках данных крупных региональных мероприятий мы получим тоже очень большое финансирование. Я считаю, это тоже все надо отнести к нашей независимости. Вспоминая о становлении государства, газист Бекмухамедов отметил, что главную роль в этом сыграл первый президент страны. Когда пришло время сменить его на посту за его преемника, Касым Жомарта Тукаева проголосовало подавляющее большинство казахстанцев. Организовать предвыборную работу грамотно и на высоком уровне помогали и камыстинцы, за что самые активные члены партии удостоены благодарственных писем действующего главы государства. В этом году был задействован предвыборную кампанию от партии Нуратан Касым Жомарта Тукаева. И считаю, что он является достойным преемником бурсултана Абишевича Назарбаева. Более 20 специалистов разных ведомств и организаций камыстинского района за добросовестный труд и в честь праздника награждены грамотами и благодарственными письмами Акима Кустанайской области и Акима Камыстинского района. Свои первые весомые награды получили шестеро активных и талантливых представителей молодежи, чьи имена пополнили золотую книгу молодежи Камыстинского района. С особой теплотой и уважением Газизбек Мухаммедов вручил памятный знак и ленту председателю районного совета ветеранов. Решение Маслихата Сейдбеку и Симбаеву присвоено звание почетного гражданина Камыстинского района. Болслоли Кенова, присодействитель компании «Акцент». Ко дню независимости в Камыстинском районе приурочили и сельскохозяйственную ярмарку. В канун праздника местные жители смогли приобрести не только продукты питания по сниженным ценам, но и растительный корм для домашнего скота. Учитывая неурожайность этого года, большим спросом у камыстинцев пользовались зерноотходы и овес. Мои коллеги расскажут подробнее. Покупатели на торговых рядах стали появляться еще до официального начала ярмарки. Ее ждали с нетерпением, особенно те, кто приехал не за продуктами, а за зерном и сеном. В этом году Камыстинский район пострадал от атмосферной засухи очень сильно. У нас в этом году урожай очень низкий. В этой связи потребность кормаха стоит остро. И мы сделали упор на то, чтобы наши сельхозтоваропроизводители, предприниматели вот эту потребность закрыли. На ярмарку крестьянские хозяйства привезли более 15 тонн луговой зелени, а еще зерноотходы, отруби, ячмени, овес. Спрос очень большой, поэтому количество товара в одни руки было ограничено. Чтобы приобрести его смогли как можно больше жителей района. Мы покупаем овес по очень хорошей цене и хорошее качество овса. Рыночная цена такого мешка весом в 40 килограммов 1800 тенге. На ярмарке купить овес Камыстинцы смогли значительно дешевле. Мы привезли 3 тонны, 70 мешков у нас было. Продавали мы недорого, по полторы тысячи. У нас все забрали. На полчаса уже все забрали, да? Да, за 15 минут мы справились. На 15-20% ниже стоимости продуктов питания. Помимо производителей Камыстинского района, на ярмарку свой товар привезли и житикаренцы. Как приглашают, всегда приезжаем. Нравится нам. А с нас как люди как-то... Ну никто не возмущается, все довольны. Говорят, все равно дешевле, чем в магазине. Такие ярмарки проводятся один раз в месяц. Чаще в них надобности нет, говорят власти района. Именно с такой периодичностью покупательская способность неизменно высока. А сдерживать цены на продукты первой необходимости все остальное время помогает товар из ТАП-фонда. Работаем с ТАП-фондом СПК ТАБО. Выборка на сегодня у нас составляет 33 тонны товаров СПК. Значит, также мы выбираем стабилизационную муку. У нас два оператора, это ТАП-кафе Кайрат и ТАО Аколь. Они выпекают стабилизационный хлеб формовой по цене 80, она реализует через розничную сеть по 83 тенге за одну буханку. Эта цена фиксированная, мы контролируем. Меня часа длилась бойкая торговля. За это время практически весь товар, привезенный на ярмарку, был распродан. Наталья Луговская, предсодействитель компании «Акцент». Документы о том, как в Кустанайском уезде прятали зерно от проткомиссий, копии бумаг с оригинальной подписью Ахмета Байтурсынова и переписка губернаторов у Кенесары Касымови. Все это смогли найти сотрудники Кустанайского областного историко-краеведческого музея этой осенью в архивах Челябинска и Омска. Теперь они будут использоваться при оформлении тематических выставок, а увидеть копии уникальных документов смогут все желающие. Татьяна Калюжная продолжит тему. Осень этого года сотрудники Кустанайского областного историко-краеведческого музея смогли поработать с документами сразу двух российских архивов – Челябинского и Омского. Из Челябинска они привезли документы о становлении Кустанайского уезда, в частности, после 1917 года. Как развивалась печать, здравоохранение, как работали с детьми, особенно с беспризорниками. Удалось обнаружить и сделать копии уникальной переписки за 1925 год. Мы обнаружили в числе многочисленных документов, которые выявили в Челябинском государственном архиве, документы с подлинной подписью Ахмета Байтурсынова о передаче нашего Кустанайского уезда в Киргизский край. Переписка длилась очень долго. В конце концов, было принято решение, и Кустанайский уезд вышел из состава Челябинской губернии и был передан в Киргизский край. Немало документов удалось привезти о работе продовольственных комиссий, созданных после 1917 года. Из них музейные работники смогли почерпнуть немало информации, касающейся жизни кустанайцев того периода. В них рассказывалось о состоянии сельскохозяйственной отрасли, где и сколько сеяли пшеницы и производили мясо, границы властей, численность населения. Кстати, по переписи больше 150 тысяч человек. И как шло изъятие продуктов питания. Кустанайцы свое добро просто так не отдавали. Уже зимой найдено хлеба, зарытого в землю, обнаружено пшено до 100 пудов. Это, конечно, ничтожно, но из слов старожил, что у них есть по всей волости до 100 тысяч пудов пшена, которые извлечь очень трудно. Оно зарыто в землю. Второе, значит, стоит большое зло. С этим приходится вести переговоры. А еще сложность заключается в том, что его обнаружить невозможно, в том, что земли проходят, где зарыли это зерно, между крестьянскими полями. И там ходил скот, и он это вытоптал. И теперь и самим будет сложно найти место, куда они спрятали вот продразверстки зерно. В Омске были просмотрены архивные дела по материалам Главного управления Западной Сибири и штаба отдельного сибирского корпуса о политико-экономических взаимоотношениях с казахскими жузами, создании ново-ишимской линии в 1743 году и деятельности кемиссары Касымова. Восстание-то оно охватило большую территорию. Люди угонялись в плен. Вот как раз один из документов о том, чтобы он отпустил плененных женщин, отпустил детей, вернул скот, табуны, лошадей, отары овец, которые у людей были изъяты. Он полностью разорял те аулы, где побывал со своими приближенными. Вот как раз эти документы и говорят о том, чтобы его просили пойти на примирение, возвратить то, что он награбил. Вот такого плана документы. Таких у нас еще не было. Из Омска специалисты Кустанайского областного историко-краеведческого музея привезли 35 документов. Это примерно 70 листов. Еще больше сотни копий удалось сделать в Челябинске. По словам музейных работников, все они уже внесены в документальный фонд. Их можно будет использовать в научно-исследовательской работе. Хамзан Рпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Такими были события дня у меня. На этом все. До свидания.